Ветеринарная клиника «Доктор Вет» всегда на защите здоровья животных Сергеева Посада. Высокое качество, низкая цена. Полный спектр ветеринарных услуг. Терапия, кардиология, вакцинация, хирургия, стоматология, качественная УЗИ-диагностика, ортопедия, стационар, гостиница, вызов на дом, разбор сложных случаев, ведение тяжелых пациентов. Мы всегда готовы помочь и сохранить здоровье ваших питомцев. Светлана Елагина и ее сестра Вера – владельцы частного приюта «Лохматые судьбы». Сначала кормили кошечек, потом к нам прибилось, где я работала на складе, одна собачка, потом вторая, потом еще одну привезли. Потом их становилось все больше, попросили там спасибо одному хозяину территории, он нам выделил небольшие такие закутки. И у нас там набралось 23 собаки у нас было в Москве и около 30 кошек. Но так как эту зону стали застраивать сейчас, мы решили не дожидаться, пока нас собаками и кошками просто выгонят и мы останемся на улице. Мы решили купить землю и уже переехать сюда со своими питомцами. Содержим у нас свои заработанные деньги. Естественно, у нас есть люди, которые нам помогают, но это не постоянно и не хватает на все нужды для приюта. В вольерах чисто, собаки выглядят здоровыми и ухоженными, на прогулке активно общаются с человеком. Есть, конечно, и те, кто пока побаивается людей, но в этом не их вина, а скорее беда, когда встреча с человеком не принесла ничего, кроме боли и страха. Недавно в приюте появилась плюшка. По заключению врачей, ее сначала били по голове, в связи с чем у нее появились большие проблемы со зрением. А потом, плохо ориентирующуюся в пространстве собаку, били ногами в живот, превратив его в кровавую гематому. За полгода у нас мы выросли до 70 собак, 40 кошек, а сейчас у нас уже 90 собак и около 50 кошек. Ну, мы, конечно, стараемся. У нас хорошая команда, ну как команда, есть у меня такая Марина, которая занимается пиаром. Огромное спасибо ей. Вот Юстовский приют, который закрылся, мы сразу выросли порядка, около 20 собак. Потом, несколько раз нам подкидывали щенков, к сожалению, да, вот так вот, нет, чтобы просто поговорить и попросить, хотя, но, к сожалению, нам приходится часто отказывать. Финансово мы, я уже говорила, существуем на свои деньги, и каждая собака или кошка, попавшая, она требует кормления, ухода, лечения. Ну, это, к сожалению, не в силах уже, да, мы и так уже задыхаемся немножко от количества. Конечно, питомцев стараются пристраивать, но желающих взять взрослую и немаленькую собаку немного. Ну, я даже не могу какую-то статистику привести. Бывает, что в месяц приедут, там, двое-трое посмотрят, может быть, одну возьмут. Бывает, что несколько месяцев вообще затишье. Вот, кошечек сейчас, вот, как-то девочки у нас взялись за пиар, и самых таких ласковых и хороших у нас, наверное, пристроилось. Ксюш, наверное, около десяти, вот так вот, буквально там за два-три месяца. А так, ну, еще я вам скажу, что мы не всем отдаем. Мы отдаем только, если условия содержания нас устраивают, если устраивает отношение к животным. Потому что если мы чувствуем, что животное берут как предмет какой-то или развлечение для детей, нет, нас такое не устраивает. Прежде чем отдать собаку, с будущими владельцами долго разговаривают. Ведь часто желание взять питомца бывает спонтанным. Иногда собак возвращали, потому что они пахнут, потому что мама предполагала, что будет гулять одновременно с детьми и собакой на детской площадке. А это, понятно, не самое лучшее решение. А еще оказывалось, что прокормить собаку вовсе не пять копеек стоит. Будут ли люди заниматься лечением? Потому что если человек начинает немножко заминаться на этом вопросе, то уже начинаешь понимать, что если животное не могет, заболеет, то будут ждать такого, пока животное там начнет не вставать или еще что-то. А вот те, кому мы отдаем, они буквально берут и сразу же идут с животным в клинику. Потому что мы не можем, во-первых, обследовать всех, у нас их много. Не хватает ни времени ввозить, ни финансовых возможностей. А те люди, которые относятся серьезно, они, соответственно, хотят знать, питомец имеет ли какие-то хронические болезни или еще что-то, что ожидать. Может быть, у него уже есть какая-то болезнь, а мы не видим. Бывает, с человеком разговариваешь минут 20, а потом выявляется такое, что и дом недостроен, и собака нужна, чтобы охранять участок, на котором заборе нет. Я говорю, такие бывают нюансы, что очень долго приходится иногда беседовать. А иногда вот просто человек приходит, вот видно, что вот все, вот это животное его. Бывает, у нас один раз пришли за одной кошкой, кошка другая, залезла на колени все, я ваша, и уехала с ними домой. Жилье для кошек еще в процессе обустройства, но уже сейчас мурлыки живут достаточно комфортно. Есть место поиграть и укрыться от непогоды, но все равно каждый хочет собрести свой дом. Хочется, чтобы гладили и чесали за ушком. Не хватает нам рук, не хватает нам даже хотя бы просто людей, чтобы общаться с кошками, с собаками. Они у нас все, почти все, очень ласковые, ориентированные на людей. Но есть и те, кому надо чуть больше внимания уделять. Поэтому были бы рады, если бы даже к нам хотя бы просто приезжали пообщаться. Не то, что там чистить вольеры или еще что-то делать, а просто приехать даже. К нам приезжают и с детьми иногда. Информацию о том, как помочь приюту, можно найти в соцсетях, запросив лохматые судьбы. Вся информация есть и на сайте ТВР24 в разделе «Элита». Деньги, корма, миски и переноски, игрушки и домики для кошек здесь всему будут рады. Но больше всего здесь ждут тех, кто сможет забрать домой одного из питомцев приюта. Например, вот этого парня. Тоже привезли, скинули ему где-то год, может быть, два месяца, вот так, чуть больше года. Скинули во дворе. Собака явно жила с детьми. Она стала бегать по детской площадке, играть с ребятами в футбол. Одна семья обратила на нее внимание, потому что он как-то вот именно к этим двум мальчикам проявил какой-то интерес. И пошел за ними к подъезду. И вот от этого подъезда он больше решил не уходить. То есть он их сидел и ждал там. Это не понравилось жителям. Он агрессии никакой не проявлял. Ну, просто выпрашивал еду у проходящих. Ну, как обычно бывает, муж подошел к более близкой детской площадке, где получил палкой по голове, опять же. Ну, когда семья уже стала гладить, увидела шишки у него на голове, они попросили, сказали, что иначе его там ждет печальная участь. Из-за того, что он вот такой контактный, бывший домашний пес. Если задумываетесь завести собаку, прикиньте, хватит ли у вас средств, чтобы ее кормить, лечить и дрессировать. Будет ли с кем оставить ее на время вашего отпуска. И важно, чтобы все в доме тоже были готовы к появлению четвероногого питомца. Если есть ответы на все вопросы, приезжайте в приют Лохматые судьбы. Познакомиться с теми, кто, быть может, ждет именно вас. В клинике доктор Вет ведет прием врач-ротолог. Это специалист по грызунам. На прием приходят морские свинки, дегу, декоративные кролики и крысы. Какие проблемы со здоровьем часто встречаются у грызунов? И какие первые симптомы? Первое животное сразу же ведет отстраненный образ жизни. Оно отказывается с нам от контакта. Больше спит, больше предпочитает вскрытные места. То есть плохо себя чувствует. Так же, как и у человека. Хочется спрятаться под одеялом, чтобы никто не трогал. А взъерошенная шерсть. Это тоже достаточно такой показатель. Когда животное отказывается от воды, это прям совсем уже плохо. Потому что, как и у любого живого организма, естественным образом при заболевании хочется пить больше. Что еще? Чихание, хрипы. Это тоже большой показатель. Вызванные могут быть совершенно разные. Начиная от респираторных заболеваний, вирусного характера, воспалительные процессы, заканчивая неправильным наполнителем. Когда в легкие попадают микрочастички опилок и наполнители, забиваются, соответственно, начинается пневмония на фоне аллергии. И важно вовремя заметить ухудшение самочувствия питомца, потому что процессы, особенно воспалительные, протекают очень быстро, просто умненосно. Все-таки не будем забывать о том, что декоративные грызуны выведены много лет путем имбридинга, то есть близкороста скрещивания порой, иммунитет падает. Это не дикие крысы, которые железо грызут. То есть на это мы делаем скидку все-таки. Хочу еще рассказать о очень распространенной проблеме. Это внешние и внутренние вредители. Так же, как и у кошек и собак, так же, как и у людей, существует ряд вредителей. Власоеды, блохи, клещ всевозможный. Этого можно избежать, безусловно. А как он появляется? Это может быть с опилками спокойно, это может быть с зерном скором, это можете вы с улицы принести на одежде, это может быть, особенно распространенно по осени, когда все лето мы таскаем с улицы траву сочное, что-то, и попадает. В этом нет ничего страшного, это не критично. Как это делается? Животное чешется, животное у него зудит, причем чешется не просто, они, в принципе, себя постоянно очищают. Вот крысы я потрогала, вот мой запах, он себя сейчас будет чистить, то есть ему неприятно, что мной пахнет. А тут животное будет нервно чесаться, возможно, отказ от еды, поведенческие изменения в плане большей нервозности. Понятно, когда зудит, естественно. Есть средства от паразитов, как от внешних, так и от внутренних. Если приносите траву с улицы, я советую все-таки в осенний период также дегельминтизировать животных. Для грызунов сейчас, слава богу, 21 век, продаются специальные средства именно для грызунов. Очень важный момент – это следить за зубами грызунов. В природе зубы, естественным образом, у всех грызунов стачиваются, так же, как и у зайцеобразных. Из-за того, что все равно они достаточно много потребляют твердой пищи. Строят себе жилища, прогрызая древесину какую-то. Естественно, в тепличных условиях квартиры наши любимцы питомцы кушают зернышки и спят на гамачках из тряпок и так далее. Этот момент нужно обязательно учитывать. У всех грызунов должна быть возможность сточить зубы. Это какие-то палки, ветки плодовых деревьев. Если у вас остались вопросы по содержанию грызунов или вас беспокоит самочувствие питомца, запишитесь на прием к ротологу. В клинику «Доктор Вет». Адрес – Сергеев Посад, Новозагорский проезд, дом 4А. Новозагорский проезд, дом 5А. Новозагор祐 drauf! Новозагорский проезд, дом 6А. Новозагорский проезд, provод Elon rost細ка. Новозагорский проезд – плick, глупых Ветверल, дом 6А. Новозагорском проезд Такая и – set해, Fitz, газ, успех mount 6А. Новоз chrome,鄉 надategorem. Субтитры подогнал «Симон»